Здравствуйте! Сегодня у нас третий урок геометрии в девятом классе. Тема сегодняшнего урока координаты вектора и простейшие задачи в координатах. Давайте обозначим в качестве задач на сегодня следующие. Научиться вычислять координаты вектора и использовать их при решении геометрических задач. Находить координаты суммы и разности векторов, произведение вектора на число. И также мы сможем научиться находить координаты середины отрезка, расстояние между двумя точками и длину вектора. Для того, чтобы продуктивно работать на уроке, давайте вспомним, как можно разложить вектор по двум неколинеарным векторам. Например, давайте представим вектор CD в виде суммы векторов CA и CB. Для этого проще использовать правило параллелограмма. Тогда вектор CD будет своеобразной диагональю параллелограмма, где два вектора это векторы CA и CB. Так как они имеют общее начало, то, соответственно, и исходят из одной точки. А два других вектора являются равными данным вектором и построены от конца исходных. Все, мы построили сумму векторов CA и CB, коей является вектор CD. Теперь перейдем к новому материалу. Поговорим о координатах вектора. Чтобы понять, что это такое, введем понятие координатных векторов. Перед вами часть координатной плоскости. Отложим от начала координат единичные векторы И и Ж, сонаправленные осям координат. Слово единичные обозначает, что длина данных векторов равна 1 единице. Это и есть координатные векторы. Любой вектор можно разложить как сумму векторов, сонаправленных координатным. При этом коэффициенты при векторах И и Ж будут являться координатами данного вектора. Давайте попробуем найти координаты вектора В. Он изображен на чертеже. Для этого разложим данный вектор по координатным векторам. Если от начала вектора В провести вектор, сонаправленный с вектором И, на 3 единицы вправо, то мы уже видим первое слагаемое. Вектор равный 3 и, а затем построить вектор сонаправленный с вектором Ж от конца вектора 3 и к концу вектора В, то будет ясен коэффициент и вектора Ж. Таким образом, мы представили вектор В как сумму векторов 3и и 2g. Коэффициент разложения при этом будут являться искомыми координатами вектора В. Получили ответ, что координаты вектора В равны 3 и 2. Рассмотрим другую задачу. Допустим, нам даны координаты вектора и мы должны его построить. Как это сделать? Рассмотрим первый случай. Построим вектор OA. Для этого построим прямоугольную систему координат Oxy. Так как начало вектора OA – это точка O, точка начала координат, то построение мы начнем с нее. Проведем вектор, равный произведению 3и вправо. Это соответствует первой координате вектора OA. Затем следовало бы отложить от конца построенного вектора другой вектор, коллинеарный вектор J, но так как вторая координата вектора равна нулю, то и сам вектор будет равен нулю. Значит, вектор построен. Теперь приступим к построению вектора В. Сделаем это в этой же системе координат. Воспользуемся правилом прямоугольника для этой задачи. Обозначим на плоскости точку D. Проведем от нее в положительном направлении параллельно оси OX вектор, равный 2и. И в отрицательном направлении параллельно оси OY вектор, равный минус 3g. Построим данный чертеж до параллелограмма. По правилу параллелограмма вектором суммы будет вектор, построенный как диагональ параллелограмма от точки начала построения. Получили вектор В. Чем нам могут помочь координаты вектора? С ними гораздо проще производить некоторые действия над векторами. Например, при работе с вектором суммы двух векторов мы сразу сможем узнать его координаты, зная при этом координаты слагаемых векторов. Каждая координата суммы двух и более векторов равна сумме соответствующих координат этих векторов. Давайте докажем это правило. Перед вами два вектора. Вектор А, который имеет координаты x1 и y1, и вектор В, который имеет координаты x2 и y2. Согласно определению координат вектора, данные векторы можно разложить по координатным векторам в следующем виде. Вектор А будет равен сумме двух произведений векторов i и g на соответствующие им координаты вектора А, а вектор В будет равен сумме вектора i, умноженного на координату x2, и вектора g, умноженного на координату y2. При подчленном сложении этих векторов в правой части мы видим сумму векторов А и В, а в левой сумму четырех произведений. Если сгруппировать слагаемые так, как показано на слайде, и вынести общие множители, координатные векторы, за скобку, то получим следующее выражение. Отсюда следует, что вектор суммы А и В можно разложить на координатные векторы с коэффициентом разложения, равным сумме соответствующих координат слагаемых векторов. А так как коэффициенты разложения являются координатами полученного вектора, то наше правило доказано. Следующее правило относится к разности векторов. Если даны координаты векторов, разность которых нужно найти, то в итоге каждая координата разности будет равна разности соответствующих координат этих векторов. Опять мы сможем это доказать. Пусть даны два вектора А и В с заданными координатами х1, у1 и х2, у2 соответственно. Разложение каждого из этих векторов будет аналогичным прошлому случаю. Давайте вычтем вектор В из вектора А. В левой части опять можно произвести группировку и вынести за скобку общий множитель координатные векторы И и Ж. Получили выражение, согласно которому вектор разности векторов А и В будет равен сумме векторов коллинеарных координатным с коэффициентами разложения равными разности соответствующих координат данных векторов. Мы доказали это правило. Третье правило относится к нахождению произведения вектора на число. Каждая координата произведения вектора на число равна произведению соответствующей координаты вектора на это число. Например, дан вектор А с координатами х1, у1. Чтобы найти произведение данного вектора на число К, умножим каждую координату заданного вектора на это число. Разберем данные правила на примерах. Даны векторы А с координатами 3 и 2 и В с координатами 2 и 5. Необходимо найти сумму данных векторов, разность векторов А и В, умножить вектор А на 2, а также найти координаты вектора В, которые соответствуют разности произведений вектора А на 3 и вектора В на 3. Начнем. Чтобы найти сумму векторов А и В, сложим соответствующие координаты этих векторов. Так как первая координата вектора суммы будет равна сумме 3 и 2, а вторая сумме 2 и 5, мы получили ответ. Координаты вектора суммы векторов А и В равны 5 и 7. Перейдем ко второму заданию. Для нахождения координат вектора разности вычтем соответствующие координаты заданных векторов. Получили результат. Координаты вектора разности векторов А и В равны 1 и минус 3. В третьем задании нам необходимо найти координаты вектора произведения вектора А на число 2. Для этого умножим соответствующие координаты вектора на 2. Вектор произведения вектора А на 2 будет иметь координаты 6 и 4. Для вычислений координат вектора В необходимо произвести соответствующие арифметические действия с координатами векторов А и В. Первая координата вектора В будет равна разности 3, умноженного на первую координату вектора А и 3, умноженного на первую координату вектора В. Соответствующее выражение будет и для нахождения второй координаты вектора. Произведем необходимые вычисления. Получили координаты вектора В. Они равны 3 и 9. Теперь перейдем ко второй части нашего урока и научимся решать простейшие задачи с применением метода координат. Прежде чем мы введем некоторые новые формулы в наш математический арсенал, давайте разберем некоторые вспомогательные задачи. Например, докажем, что координаты точки М будут равны соответствующим координатам ее радиус вектора. Отметим на координатной плоскости точку М с координатами Х и У. Сразу же обозначим координатные векторы И и Ж. Координатам точки будут соответствовать точки на осях М1 и М2. Проведем радиус вектор точки М. Радиус вектором точки М будет вектор, который соединяет начало координат и саму точку М. Соответствующими векторами для точек М1 и М2 будут вектор ОМ1 и ОМ2. Так как вектор ОМ1 будет сонаправлен вектору И, а вектор ОМ2 будет сонаправлен вектору Ж, то можно представить вектор ОМ1 как произведение вектора И на длину отрезка ОМ1, которая равна координате Х точки М, а вектор ОМ2 как произведение вектора Ж на длину отрезка ОМ2, то есть произведение координаты У точки М на вектор Ж. Так как радиус вектор ОМ равен сумме векторов ОМ1 и ОМ2, то эту запись можно представить в следующем виде. Где же можно использовать данное равенство? В решении геометрических задач. Давайте рассмотрим связь между координатами вектора и координатами его начала и конца. Нам поставлена задача найти координаты вектора АВ, который изображен на рисунке. Координаты точки А равны Х1 и У1, а координаты конца вектора точки В равны Х2 и У2. Для решения задачи дополним рисунок радиус векторами точек А и В. Теперь можно представить вектор АВ как разность двух векторов ОВ и ОА. Как мы помним, при нахождении координат вектора разности необходимо вычесть соответствующие координаты исходных векторов. Получили запись, согласно которой координатами вектора АВ будут являться разности соответствующих координат точек его конца и начала. Рассмотрим пример. Необходимо найти координаты вектора АВ, если координаты точки А равны 0,0, а координаты точки В – 1,1. Для нахождения первой координаты найдем разность соответствующих координат точек конца и начала вектора АВ. Получили ответ. Координаты вектора АВ равны 1,1. Также удобно находить координаты середины заданного отрезка по координатам его концов. Перед вами отрезок АВ, размещенный в координатной плоскости. Отметим на ней точку С – середину данного отрезка. Теперь проведем радиус векторы каждой точки. Если вы вспомните прошлый урок геометрии, то, следуя из вспомогательной задачи, мы получим следующее равенство. Вектор ОС равен полусумме векторов ОА и ОВ. Пусть каждый из радиус векторов имеет следующие координаты. Тогда, зная, как выражен вектор ОС через векторы ОА и ОВ найдем через подобное выражение его координаты. Так, первая координата вектора ОС будет равна полусумме первых координат векторов ОА и ОВ, а вторая – полусумме вторых координат этих векторов. Так как ОС является радиус вектором точки С, то его координаты будут равны координатам самой точки. Рассмотрим пример. Необходимо найти координаты середины отрезка АВ, зная, что координаты точки А равны 2 и минус 3, а координаты точки В равны 3 и единице. Приступим к решению. Пусть М – середина отрезка АВ. Обозначим ее координаты как х и у. Согласно формуле, координаты точки М будут равны полусумме координат концов отрезка АВ. Подставим их в данное выражение. Получили ответ. Абсцисса точки М равна 2,5, а координата – минус 1. Кроме того, по координатам вектора можно найти его длину. Пусть дан вектор А. Чтобы найти его длину, обозначим точку А на плоскости, которая будет соответствовать концу вектора. Координаты данной точки равны х и у. Эти же значения будут координатами вектора ОА и, соответственно, координатами вектора А. На осях обозначим отрезки ОА1 и ОА2, так чтобы их длины соответственно абсциссии и ординате точки А. Если мы выразим длину отрезка ОА через длины отрезков ОА1 и АА1 по теореме Пифагора из прямоугольного треугольника ОАА1, заменив при этом отрезок АА1 на равный ему ОА2, то получим следующее выражение. Так как длины отрезков ОА1 и ОА2 соответствуют значениям координат х и у, произведем замену. Длина искомого вектора А равна длине равного ему вектора ОА. Соответственно, и длине отрезка ОА она тоже будет равна. Получили формулу для вычисления длины вектора по его координатам. Метод координат также может помочь при вычислении расстояния между двумя точками. Пусть даны две точки М1 с координатами х1, у1 и М2 с координатами х2, у2. Отметим их на координатной плоскости. И рассмотрим вектор М, М1. Его координаты будут равны разности координат точек М2 и М1. Тогда используем предыдущую формулу и выразим длину вектора М1, М2 через его координаты. Получили выражение, которое позволяет найти расстояние d между двумя точками плоскости по их координатам. Теперь давайте потренируемся и решим некоторые задачи с применением координатного метода. Решим следующую задачу. Докажите, что середина гипотенузы прямоугольного треугольника равна удалена от всех его вершин. Запишем дано. Обозначим данный треугольник как прямоугольный треугольник АВС, где прямой угол это угол С. Пусть длины его катетов равны ВСА, АСАВ. Сделаем чертеж. На гипотенузе АВ отметим середину, точку М. Необходимо доказать, что длины отрезков АМ, МВ и МС равны. Приступим к доказательству. Для этого введем прямоугольную систему координат. Посмотрите на рисунок. Оси Х и У соответствуют катетам данного треугольника, а начало координат совпадает с вершиной С. Отметим, на данной плоскости координаты всех вершин треугольника, зная длину катетов. Точка С имеет координаты 0,0. Абсцисса точки В равна длине отрезка СВ, а ордината равна нулю. У точки А наоборот. Абсцисса равна нулю, а ордината равна длине отрезка СА. Так как точка М является серединой отрезка АВ, то мы можем найти ее координаты, выразив их по формуле координат середины отрезка. Получим, что абсцисса точки М равна А деленное на 2, а ордината В деленное на 2. Зная координаты начала и конца отрезка, найдем длину МС, подставив в формулу значения, которые мы уже нашли. Если вынести из-под знака корня множитель 1,4, то получим следующее выражение. 1,2 умноженное на корень квадратный из суммы А в квадрате и В в квадрате. Также выразим через А и В длины отрезков МА и МВ. Так как М является серединой АВ, то данные отрезки также будут равны. Также после вынесения множителя 1,4 из-под знака корня получаем выражение 1,2 умноженное на корень квадратный из суммы А в квадрате и В в квадрате. Получаем равенство всех трех отрезков, что и требовалось доказать. Решим еще одну задачу. Медиана, проведенная к основанию равнобедренного треугольника, равна 160 см, а основание треугольника равно 80 см. Найдите две другие медианы этого треугольника. Используем для решения этой задачи также метод координат. Сделаем чертеж. Проведем медиану к основанию АМ. Также проведем медианы к боковым сторонам и обозначим их точками К и Ф. В соответствии с данным рисунком запишем дано к нашей задаче. Дан треугольник АВС. Он равнобедренный. АВ и АС – боковые стороны. БФ, АМ и ЦК – медианы. При этом АМ равен 160 см, АВС равен 80 см. Поставлена задача найти ЦК и БФ. Для решения данной задачи введем прямоугольную систему координат. Точка начала координат совпадает с точкой М. Обозначим координаты вершин в соответствии с условиям. Точка А будет иметь координаты 0, 160. Точка В и Ц будут симметричны относительно начала координат и иметь противоположные абсциссы – минус 40 и 40. И одинаковые координаты равные нулю. Найдем координаты точек К и Ф как середин отрезков АВ и АС. Используем для этого формулу нахождения координат середины отрезков. Получаем результат, что точка К будет иметь координаты минус 20, 80, а точка Ф – координаты 20 и 80. Теперь мы сможем найти длину отрезков ЦК и БФ по координатам их концов. После вычислений можем увидеть, что длина медианы ЦК равна 100 см, а длина медианы БФ также 100 см. Ее можно было и не вычислять, так как медианы, проведенные к боковым сторонам равнобедренного треугольника, равны. Запишем ответ. Теперь подведем итоги урока. Сегодня мы с вами узнали, что же такое координаты вектора и научились применять их для решения геометрических задач. Также мы научились находить координаты векторов суммы и разности векторов и координаты произведения вектора на число. Благодаря изучению метода координат мы теперь сможем находить координаты середины отрезка, вычислять длину отрезка, зная координаты его концов, и находить длину вектора по его координатам. На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание!